Здравствуйте, с вами Эндрю Крэммер и это сайт videocopilot.net В этом уроке я вам расскажу, как добавить эффект камеры шейк Сотрясение камеры в программе Adobe After Effects Вся идея заключается в создании ощущений мощного удара Когда, например, на Землю из космоса падает метеорит И вам нужно при помощи сотрясения камеры показать всю силу удара Как будто вы собственными глазами наблюдаете это падение У нас есть игрок бейсбола, который бьет битой по мячу В этом ролике я бы хотел показать, что его удар самый мощный, своего рода взрыв Поэтому я воспользуюсь эффектом камеры шейк Чтобы это сделать, нам нужно определить отрезок времени, в который приходит этот удар Где-то вот так Идем в свойство Transform Здесь нам нужна опция Position Установим Keyframe Для этого выберем секундомер Передвинем ползунок дальше Например, вот сюда И установим еще Keyframe Поставим в этой ячейке галочку Таким образом, между этими двумя областями у нас появилось движение Далее в меню Window Я выбираю The Wiggler Это потрясающий инструмент программы Adobe After Effects Он создает произвольное движение в промежутке между двумя Keyframe'ами В нашем случае, так как нет особой разницы между Keyframe'ами, мы внутри этого промежутка добавим тот самый эффект Camera Shake Сотрясение камеры Выделяя оба Keyframe'а В окне диалога The Wiggler я убеждаюсь, что Noise Tape установлена в Jagged Я установлю параметр All Dimensions Independently Чтобы движение сохранилось одновременно вверх, влево и вправо Параметр Frequency должен быть на 15, как у нас и есть здесь А Magnitude на 25 Параметр Frequency отвечает за количество Keyframe'ов Или количество маленьких ударов в одну секунду А Magnitude – это сила состояния каждого Keyframe'а Выбрав оба Keyframe'а, нажимаем Apply Но будьте осторожны, когда отмечаете Keyframe'ы Если вы случайно захватите и другие параметры, в окне диалога The Wiggler вы не сможете нажать Apply Нужно отметить только эти два Keyframe'а для одного и того же параметра Итак, выбрав оба Keyframe'а, нажимаем Apply И тут же мы видим, как появляются все эти Keyframe'ы Давайте посмотрим, что получилось Нажмем Preview Хорошо, теперь у нас есть по-настоящему главный удар Сама картинка получилась не очень красива Поэтому мы продолжим работать с нашими Keyframe'ами Продолжим Увеличим Keyframe'ы на шкале времени Посмотрите У этого Keyframe'а не такое расстояние, как между другими Исправим это Просто передвинув подальше Теперь все одинаково Первое, что я собираюсь сделать, включить Motion Blur Для этого мы берем слой и установим флажок в ячейке под M Теперь включим большую M, которая отвечает за еще большее размытие Посмотрим на наше видео, оно стало размыто Сделаем Preview Стало чуть длинновато, так как добивался эффекта размытия Хорошо В общем, стало намного лучше Все не так уж и растянуто, потому что Motion Blur заполняет информацией пространство между Keyframe'ами И мы можем оставить все как есть Видео смотрится лучше, чем раньше Еще одна проблема Черная полоса сбоку и внизу картинки Я бы хотел предложить вам способ избавиться от нее Все, что мы сделаем, это закрасим ее Или как бы настроим наш клип Выделим клип, идем в меню, эффект, стайлс, плагин Motion Tile Motion Tile используется для конкретных задач И мы включим здесь опцию Mirror Edges И поменяем Output Width на 125 И Output Height на 125 Все зависит от параметра magnitude В данном случае размер изображения может быть и больше Давайте установим Width на 150 Но программа потом компенсирует эти пиксели Поэтому больше 125 нам не нужно Посмотрите, наши края заполнились благодаря плагину Motion Tile Сейчас я вам просто хочу напомнить несколько вещей Включу большую M Этот эффект работает в большинстве случаев Но несовершенен Как вы видите, в этой части у нас создано зеркало И из-за этого создается небольшой излом После добавления Motion Blur он станет еще более заметным И это место приходится как раз в область Action Save Поэтому хорошо бы держать в голове, что плагин Motion Tile не всегда срабатывает Особенно когда у вас есть какое-то количество сделанных изменений Может получиться, что вы отзеркалили эти эффекты Просто помните об этом Двигаемся дальше Включаю обратно Big Motion Blur Сделаем превью с самого начала Хорошо, вроде неплохо выглядит Мне кажется, все же, что есть некая растянутость во времени Может быть, этот кусочек можно сделать покороче Наверное, ну так достаточно Мы можем его немного укоротить Просто выделим эти кейфреймы и удалим их А этот полузнок переместим в изначальную позицию Чтобы в этой части движения не было таким резким И еще мы поменяем этот кейфрейм Сделаем его изи-изи Получилось немного сгладить эту часть Снова сделаем превью Совсем неплохо выглядит Этот эффект очень интересен Призываю вас пользоваться опцией The Wigler Удивительный инструмент Желаю вам удачи Надеюсь, еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok